Приветствую вас. Много вам написали уже, наверное, эксперты. Довольно сложно будет не повториться. Довольно сложно будет, наверное, как-то не сказать то, что уже вам говорили. Но, как вы, наверное, понимаете, считать ответы других экспертов очень долго. Но, кроме того, что вы сами написали достаточно приличное количество текста. Значит, в принципе, то, что вы рассказали, можно разделить на две части. Первая часть – это вы сам. И вторая часть – это отношения с мужчиной. И, конечно же, отношения с мужчиной. И вот если говорить о вашем изначальном вопросе, что нужно делать, чтобы все исправить, то для начала нужно разобраться с тем, что… Я человек, который очень сильно беспокоится по поводу веса. То есть, у вас тревожность. У вас имеется тревожность, которая как раз-таки мешает вам не беспокоиться. Вообще, то, что вы сделали во время беременности, то есть, вы отказались от интима с мужчиной, чтобы сохранить уверенность в том, что ребенок будет нормальным и здоровым, это вы сделали правильно. Немножечко мне непонятно в этом контексте только то, но вот почему, если вы не хотели заниматься, допустим, классическим сектором, то почему вы не могли заниматься не классическим? То есть, чтобы интим сохранился, но без угрозы ребенку. И, наверное, здесь, вот, наверное, здесь есть причины в вас. То есть, вы пишете, что с мужчиной, за твоим мужем, вы, ага, в постели разговаривали, очень много говорили, это помогало вам преодолевать стеснение. Когда вы сказали, что у вас не будет интима, и полгода было без него, после того, как вы родили и попробовали вновь, выяснили, что у вас есть отчуждение. И возникает вопрос, а почему вы не разговаривали вот через полгода, несмотря на отсутствие интимных отношений? Или у вас интимные отношения были основой для разговоров? Вот этот момент не ясен. То есть, не ясен, почему у вас интим только в одной форме, то есть, как-то не ясен. Мне это, в принципе, понятно, почему так. Но мне бы хотелось спросить это у вас. Почему вы не рассматривали вариант, ну, как бы, альтернативы классическому сексу? Связано ли это с тем, что вы объясняетесь, что вы не уверены в себе? И самое главное, как это соотносится с тем, что вы с мучем говорили обо всем, и это помогало вам преодолевать свою стеснительность? Дальше. Вопрос более глобальный, более важный. Это связано с разговором. Ну вот, прекратиться у вас интима. Хорошо. В принципе, так делают многие пары, и в этом нет ничего необычного. Но почему вы с мучем не разговаривали за это время? Вот вы говорите, что, значит, вы пишете, что, значит, в принципе, не общались искренне. После родов так не общались искренне, в принципе. Вот почему? Что заставило вас прекратить разговор? Понимаете? Мучно, я потом об этом скажу, можно говорить о том, какие есть у вас проблемы, недочеты, какие у вас есть моменты, над которыми можно работать, нужно работать, что вы, в принципе, делали не так. Это все можно исправить, все это можно поправить, но, понимаете, муж-то вас принял такой, какая вы есть, и до тех пор, пока вы разговаривали со своим мужем, у вас все было хорошо. И лишь только, когда вы перестали разговаривать, лишь только после этого у вас начались проблемы. И самая интересная, самая важная точная причина, про которую вы перестали разговаривать, не ясна. По крайней мере, мне. Мне эта причина не ясна. Исходя из того, что вы написали здесь, ну, совершенно непонятно, почему вы перестали общаться с мужем. Вот этот момент я прошу вас постараться пояснить. Дальше. Вы пишите, что скромный, с мужем не можете расслабиться, и что вы такой человек, мне тяжело признаваться от своих чувств. Ага, значит, это уже то, что касается лично вас. Понимаете, по какой причине у вас есть вот эта самая скромность? Вы знаете, это не скромность. Скромность, это когда человек не выставляет на показ, так сказать, птичество своими заслугами, своими достижениями, своими успехами и так далее. А то, что делаете вы, это уже стеснительность, это уже неуверенность в себе, нерешительность. И, да, вам разговоры помогали, вот, побороть стеснение, но разговоры как бы снимали симптомы, они не убирали, они не убирали причину стеснения. Понимаете, стеснение, оно ведь идет, как я понял, у вас же из детства. Вот вы там мне написали об этом, что у вас не было отца, про это мы только что поговорим. И стеснение, это определенное, знаете, это комплекс, вот комплекс. То есть, вас в свое время некому было научить, некому было показать, как нужно себя вести с мужчинами. У вас была мама, и мама, вот, вы пишите, что вы живете с бабушкой, ну, то есть, со свекровью, как я понял. Значит, про вашу маму вы не пишите ничего. А на самом деле надо бы. Надо бы, потому что именно в отношении с мамой и лежит у вас корень вот всего того, что с вами происходит. То есть, смотрите, какая получается ситуация. Вероятнее всего, вероятнее всего, ваша мама, которая, ну, оказалась брошенной вашим отцом, вас видела, ну, довольно особенного человека. То есть, я не знаю, плохо ли она к вам относилась или нет. Это, естественно, мне не известно. Но, либо она всячески вас опекала, чтобы не потерять так же, как отца, ну, как своего мужа или своего мужчину. Либо, наоборот, она вас не очень любила и тем самым всячески вас принесла. И, как ни странно, вот обе эти формы поведения, они на вас повлияли так, что образовалось стеснение. И вот, чтобы от этого стеснения избавиться вам, нужно работать именно вот с детско-родительскими отношениями. Как у вас, ну, происходили отношения с мамой? Какие они у вас сейчас? Какие мысли, какие формы, какие стереотипы поведения и взглядов ваша мама вам внушила? Как вы к этому относитесь? Почему она это делала? И, самое главное, есть ли у вас образ женского поведения? Вот тут, вот то, чего вам мама не сделала, то, чего она вам не дала ваша мама, это образца женского поведения. Вот вы пишете, что, значит, никогда не проявляли ласку, никогда не были инициатором секса, если только выпьете. Очень стесняетесь проявлять свои чувства, у меня не было отца и даже не знаете, как это делать. То есть не знаете, как делать что? Как проявлять ласку и как быть инициатором секса. А, понимаете, в чем дело? Как ни странно, этому учит не отец, и этому учит даже не мама. То есть не мама показывает вам, как нужно вести себя с мужчинами. Потому что, ну, мамы, они, как правило, в то время, когда имеют значение, имеют какое-то влияние на ребенка, Мамы, они занимаются другим, они своим поведением, своим отношением диктуют, ну, как бы сказать, зачатки, задатки будущего поведения уже своего ребенка взрослого. И вот именно по той причине, что мама не дала вам того, что нужно, не помогла воспитать в вас определенную уверенность в себе, не дала, ну, как бы это сказать, знаете, безусловное ощущение, безусловное любви к себе. Вот именно из-за этого у вас и имеются сейчас такие проблемы, проблемы. И мужчину вашего, его можно понять, хотя здесь тоже нужно разбираться, как я уже сказал, не совсем понятно причина того, почему вы стали разговаривать, но это не главное. Главное то, что вам нужно, ну, действительно, вам нужно меняться, но меняться в какую сторону? Не в сторону института, не в сторону вот знакомства с мамочками и так далее, в сторону проработки или, лучше сказать, даже выработки женского поведения, своего женского поведения, в сторону уверенности в себе и, собственно говоря, в ощущение себя женщины. Вы говорите, что вы не чувствовали себя женщиной никогда и, наверное, вы хотели получать это от своего мужчины, а в какое-то время вы получали от своего мужчины это, а потом мужчина перестал вам это давать, ну, в силу вот этих обстоятельств, о которых я сказал, и вы тут же потеряли уверенность и начали отдаляться. Он говорит в том, что женщиной вам нужно было быть, нужно было быть изначально, не использовать своего мужа как своего рода средства для того, чтобы обнести то, что вам не дадала ваша семья, то, что вам не дадал ваш отец. Поскольку отца у вас не было, то вы, наверное, отчасти проектируете вот все, что вы хотели бы получить от вашего папы на своего мужа. То есть ваш муж, скорее всего, это такая проекция отца. И вы относитесь к своему мужу как к отцу. То есть, возможно, вы через шур слишком сильно много взваливаете на него. То есть, ну, как взваливать. Я понимаю, что вы можете делать все дела по хозяйству. Я понимаю, что вы можете там вести учебу, там, да, там, даже семейный бюджет, можете заниматься хозяйством, там, расти детей, это все понятно. Но, я говорю о другом. Вы на мужа смотрите так, как будто он единственный ваш вообще вот смысл жизни. Кроме него у вас, вот по вашему описанию, я извиняюсь, если как-то ошибюсь, но по вашему описанию, кроме него у вас вообще никого нет. И до того, как мы начали вот поступать в институты, да, чтобы поменять вас, и общение, как я понял, тоже не было низким, кроме мужа. То есть, в мужа вы очень волнойно нашли отца. И знаете, в этом нет ничего плохого в том, что вы нашли в своем муже отца. По крайней мере, я так считаю, что нет ничего плохого. Но, поймите правильно, что мужчина хочет чувствовать себя, именно мужчиной, не вашим отцом, не покровительным, а именно мужчиной. И это то, что он, наверное, не ощущает. А вам нужно чувствовать себя женщиной вне зависимости от того, как к вам относится ваш муж. То есть, чтобы не быть от него зависимым. А вы от него зависимы, и в результате все вот это вот и происходит. Ваш муж вас любит, ваш муж хочет быть с вами, но при этом ему не хватает ощущения того, что он мужчина, ощущения того, что он находится с женщиной, а не с полностью зависимым от него существом. И это его напрягает, вследствие чего он и завел интрижку. В принципе, наверное, то, что касается вот этих двух проблем, я, наверное, сказал. Пожалуй, нужно только лишь добавить, что образ женского поведения вам нужно будет искать самой. То есть, понятно, что мама вам образа женского поведения не дала. Понятно, что мама не обеспечила вам достойное женское поведение, это тоже понятно. Теперь нужно для себя определить последующие направления. Первое. Это тревожность, которая является, по сути дела, не успеванием человека меняться вслед за меняющимися условиями. То есть, условия в жизни меняются, человек остается тем же и пытается свои привычные алгоритмы поведения применять на эти изменившиеся условия. У него это, безусловно, не получается и в итоге возникает тревогность, беспокойство. То здесь вам нужно учиться подстраиваться под меняющиеся условия жизни, не применять одни и те же модели поведения, делать их более мобильными, не бояться пробовать что-то новое, раскрепощать себя и так далее. Это если говорить именно о тревожности. То есть, если вы беспокоитесь по поводу и без, то вам нужно двигаться в этом направлении. А для того, чтобы двигаться в этом направлении, нужно быть уверенными в себе. А уверенными в себе вы будете тогда, когда будете чувствовать себя в том образе женского поведения, который вам наиболее всего подходит. Для того, чтобы убрать комплексы и неуверенными в себе, нужно прономаривать детские радиационные отношения, потому что у вас там явные деформации и явные неверные негативные установки. И если говорить про женское поведение, то вам нужно либо подумать, какой для вас идеал женщин. То есть, как с вашей точки зрения, по-вашему, женщина должна себя вести? Какие у нее должны быть взгляды? Какое у нее должно быть поведение? Как она должна одеваться? Как она должна выглядеть? И так далее. Если вы этого не знаете, то есть, не можете ответить на вопрос, тогда вам очень рекомендуется взять готовый образ, то есть, подумать, какие из уже имеющихся моделей женского поведения вам по душе. Это может быть актриса, это может быть певица, это может быть какая-нибудь звезда, телеведущая, кто угодно, чтобы вас привлекать. И вот вам нужно взять за идеал этот образ поведения, стараться быть похожей на нее, на ту, кого вы выберете. И в определенный момент времени вы почувствуете, что вот вы брали, 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 брали образ женского поведения, а потом просто-напросто чувствуете, что это уже не ваше, чувствуете, что вам не подходит, а то, что вы берете, ну какая-то часть не подходит. И вот здесь очень важный момент. Нужно уметь, точнее учиться доверять своим желаниям, своим чувствам и не сомневаться в них. Если вы чувствуете, что вас это волнует, об этом нужно говорить. То, что вы делаете, вы говорите о том, что вы чувствуете, это вы пишете, но это вы говорите для своего мужа. А вам нужно самой доверять себе работать над такими направлениями своей деятельности, как образование личного пространства, как в физическом мире, так и в психическом, то есть в сознании у вас должно быть личное пространство, куда никому не будет хода. Дальше. Вам необходимо самой по себе что-то из себя представлять, то есть иметь интересы и цели отличные от интересов и целей семьи. Потому что пока ваш муж принимает вас исключительно как свою жену, как мать своего ребенка и все. Он не видит в вас женщину, он не видит в вас личность. И для того, чтобы видеть у вас личность, нужно, чтобы вы росли. Чтобы вы росли личностно, и для этого необходимо представить себе, какая вы идеана. Какой вы себя видите, какой вы себя представляете, и вот к этому стремитесь. Но так, чтобы все ваши цели именно в этом контексте не были связаны с другими людьми. Вы делаете что-то только для себя, вы стремитесь к чему-то, а вы этого хотите. Вы и никто другой вам для этого не нужен. Это то, что касается личностного родственника. Здесь, безусловно, это тоже требуется работа, но только после того, как вы сами для себя решите вот те проблемы, о которых я сказал. То есть вам требуется, по сути дела, терапия плечи, то есть чтобы проработать детско-радические отношения, чтобы научиться доверять себе, убрать комплексы и так далее. Второй момент – это проработка отношений с мужем, то есть вот именно в том ключе, в котором я сказал. Дальше можно вам сказать так. Значит, вы пишите, что боитесь, что все потеряется. Что именно все? Что для вас семья? Семья – это добровольное образование или семья – это некая такая ценность, которая представляет, ну, представляет интерес для вас? Вот давайте на этот вопрос попробуем с вами ответить. То есть, знаете, вернуть все не получится. На данный момент у вас нет возможности вернуть все, как было. Почему? Потому что прошло время, потому что вы изменились, муж изменился, все стали другими. Да, мужчина вас по-прежнему любит, мужчина с вами – это главное, но так, как раньше, уже не будет. Если вы будете строить себя новым, если вы будете строить себя той, как вы должны быть, а точнее, я бы даже сказал не так, вы будете строить себя той, кто вы есть. Кто вы есть, но тем вы пока не являетесь. То вы станете другой, вы измените себя, и вы станете смотреть на себя по-другому, а с другими глазами. Если вы будете работать над независимостью, то семья для вас перестанет быть столь важна. Потому что семья – это когда люди хотят быть вместе. Это когда люди хотят заботиться друг о друге. То, что у вас – это насильное удержание, я бы сказал так. И самое главное, что вы вредите своей дочери. Вы вредите дочери, потому что ребенок негативно воспринимает все ваши ссоры, все ваши скандалы, конфликты с мужем. И все это очень негативно на него влияет. И получается так, что семья нужна вам не ради дочери, а именно потому что вы боитесь себя потерять. И вот давайте подумаем, что для вас значит вот это все. Для чего оно вам? Пока вы будете бояться это потерять, и пока вы будете всеми силами стараться это не потерять, мужчина не будет вас уважать. Потому что он видит, что вы полностью, целиком готовы на все. То есть вы привязаны к мужу. Вы никогда ничего не знаете, не предадите его там и так далее. Но при этом сами ценности вы не представляете для него. И он рядом с вами, мужчина себя не чувствует. Соответственно, вам нужен этот момент исправить. Перестать бояться что-либо потерять. Если мужчина любит вас, он будет с вами. Если мужчина вас не любит, он уйдет. И это значит, что он вас не оценивал. А вам нужно, вам нужно в первую очередь любить себя. У меня это разрушение, что вы себя не так уж сильно и любите. Раз вы не любите себя, то как могут вас любить другие? Раз вы не заботитесь о себе, то как может кто-то о вас заботиться? И если вы не видите себя женщиной, то как может видеть вас женщина и кто-то другой? Поэтому над этим над всем нужно работать. И когда и если вы будете это делать, вы станете другим человеком. И вы по-другому будете смотреть на мужа, на микрос, на свою дочь, на кого угодно. И вы понимаете, этот момент, он изменит отношения к вам в здравии других людей точно. И эти люди, которые будут строить с вами уже другие отношения, не хорошие, не плохие, просто другие. И если вы поймете для себя, что построение других, более качественных, более равноправных, более глубоких отношений, это единственный путь сохранения вашей семьи, возможного, это единственный путь возможного сохранения вашей семьи, то тогда у вас все получится. Если вы будете жить прочим и трансовернуть все, как было, у вас не получится ничего. Потому что это равно, что стараться вернуть детство, вернуть какие-то усечные впечатления и так далее. Это невозможно. Человек меняется. И он не остается, он всегда меняется, он не остается неизменным никогда. И то, что было для него возможным в одно время, перестанет быть возможным в другое время. Пожалуй, это являлось основным моментом, который мне хотелось вам сказать. А теперь в том, что касается момента измены. Значит, вы пишите, что после измены меня все перевернулось. Простите, а измена – это что? Мужчина, вы считаете, что приписка, есть измена. Вы знаете, измена – это когда мужчина вас перевернул. Ну, вы же не понимаете, что у вас проблемы. Вы не отсядетесь. Вы отдалились и у вас отчуждение. То есть, по сути, вы живете, как соседи. Мужчина – это, ну, издаются в ласке, во внимании, в чем-то еще. И он это получает. Получает жилье другого человека. Человек для него – лишь средство здесь. Об этом говорил и ваш муж, и ваша свекровь. И он не воспринимает этого человека серьезно. Хотя бы потому, что этот человек – еще ребенок. И, соответственно, не нужно считать вот то, что произошло, измены. Это не измены. Это крик отчаяния вашего мужа, который не получил то, что он хочет. И если вы хотите, чтобы этого не было, то давайте мы с вами вместе, или вы, вы одна – это ваше решение – подумаем. А что такого получает ваш муж от этой женщины, от этой девушки? Чего они получают от вас? Попейте, чего хочет ваш муж, и дайте ему это, если вы его любите. Понимаете, когда любите человека, когда человек любит, хочешь сделать его счастливым. Если вы будете делать его счастливым, будете давать ему все, что он хочет, это вы чувствуете, что вы не можете дать того, что мужчина хочет. Вы принимаете усилия для того, чтобы получить возможность это дать. И вы стараетесь, и вы делаете все для этого. Мужчина, если он вас любит, он это оценит, и он будет с вами. Если вы даете мужчине все, что нужно, и он все равно с другими общается, значит, он вас не любит. Но это уже другой момент. Но не стоит воспринимать то, что произошло, как измен. Это не измен. Это крик. Это привозный сигнал для вас. Это стимул для вас к тому, чтобы что-то делать. И в принципе, я думаю, что когда вы рассказываете, что чувствуете, вы говорите о себе. А вам нужно вдруг думать о своем мужем. И думать о своем мужем не просто думать, а давать ему то, что он хочет. И вот тогда, когда вы будете давать то, что мужчина хочет, у вас получится сохранить ее. Или, по крайней мере, сделать все для того, чтобы ее сохранить. А если мужчина все равно не примет это, значит, он вас разлюбил. Так бывает. И нужно смело смотреть дальше в будущее. Нужно понимать, что да, вы ошиблись, какие-то моменты вы сделали неправильно, но благодаря тому опыту, который вы вынесли, вы сможете исправить это. И в будущем, если у вас будут еще одно отношение, это уже не повторять. Понимаете, Вера, вот ваш страх себя потерять, он мешает вам. Ваше значение, вот только какое значение имеет ваша семья для вас, точно мешает. Понимаете, семья – это союз двух людей. Это не, знаете, это не преданность. Такая, когда, конечно, преданность – это добровольное желание, но это не обязательная преданность. Ага, семья – это добровольный союз двух людей. И если вы в этом союзе видите для себя что-то большее, это значит, что вы более зависимый человек. Вот муж от вас не зависит, а вы зависит. И именно вам нужно стать независимым, чтобы увидеть истинное отношение вашего мужа к себе. Пока мы его не знаем. Пока это просто мужчина, которому не хватает от вас ласки, не хватает от вас там какого-то женского внимания, тепла и так далее. Но, когда вы все это смотрите дальше, выявится его истинное отношение. И готовы ли вы к тому, чтобы узнать его истинное отношение? Готовы ли вы принять его любым? Готовы ли вы отпустить мужчину? Готовы ли вы жить без него? Ну, у меня дочь, скажет вы. Да, у вас дочь. Но, во-первых, алименты никто не отменял. Во-вторых, вам нужно самой себя обеспечивать, как это делают современные женщины. Я думаю, это очень хороший фактор, чтобы женщина была независима от мужчины. И вам нужно иметь свой собственный заработок и источник дохода. Вам нужно дождать и понять мужчине, что вы себя любите, что вы не дадите себя в обиду. Вот и все. Надеюсь, вам мой ответ помог. Отвечая на вопрос, значит, что вам делать, я раскрыл вам основные направления вашей деятельности. Вот так, в рамках одного ответа, вряд ли можно убрать все ваши комплексы. Вряд ли можно проработать ваши отношения с родителями. И вряд ли можно до конца разобрать отношения с мужем. Потому что многие, несколько моментов вы упустили в своем рассказе. Говоря о том, что вы виноваты во всем сами. Нет. Нет, Вера. Вы сами во всем не виноваты. Понимаете? Это тоже важная проблема. Что вы, благодаря своей скромности и неуверенности в себе, слишком много за себя берете и готовы не разговаривать на себя всю ответственность. Это не так. Мужчина, например, мог с вами разговаривать во время беременности. Мужчина мог не общаться с другой женщиной, например, а стараться с вами как-то проводить время и от вас получать то, что он хочет. Мужчина. Понимаете? В отношениях виноваты всегда оба. И то, что сейчас произошло, то, что сейчас случилось, это результат ваших совместных действий. Не только вас, но и мужа. И муж, так как и вы, ответственен за то, что вы сейчас здесь пишете. И так уж сложилось, что вам, в силу наличия именно у вас ярко выраженных негативных моментов, нужно их убирать. Но когда если вы начнете их убирать, вы видите, что вы работаете над собой, что вы меняете что-то, что вы стараетесь что-то делать, что вы развиваетесь, растете и так далее, вы увидите, а делает ли тоже самое муж или нет. И вот в этот момент, если вы увидите, что ваш муж ничего не делает, если вы увидите, что ваш мужчина не готов что-то делать, если вы увидите, что он продолжает вести себя так же, это значит, что уже муж несет ответственность за то, что происходит. А не вы, одно решение это два человека, а вы говорите в основном о себе. Это такой своего рода эгоцентризм с обратной стороны. Вы видите во всем себя, считаете, что виноваты вы, при этом другого человека вы как будто бы немножечко исключаете из своей парадигмы жизни. Это неправильно. И давайте мы попробуем убрать все ваши негативные моменты, о которых я говорил. И когда уберем, посмотрим на мужа, как он будет себя вести. Человек, который хочет сохранить отношения, воспримет ваши изменения положительно, позитивно. Человек, который хочет сохранить отношения, он с радостью воспримет то, что вы делаете, поддержит вас и, ну, в общем-то, даст вам понять, что он очень рад и что он хочет быть с вами. Если нет, то к этому нужно быть готовым. И быть готовым отпустить человека и жить дальше, если вы видите, что ваш мужчина не счастлив с вами. Вот вы, скажите, спросите себя. Вас мужчина сейчас счастлив думает, что вы скажете нет. Раз так, постарайтесь сделать его счастливым. Это основная ваша цель, задача. Сделать вашего любимого счастливым. Вот и подумайте, что для этого нужно сделать. Средство я вам дал. Уважаемая Вера, понимаете, я старался вам ответить так, чтобы максимально приблизить вас к тому, чтобы вот вы смогли сами сделать какие-то вещи. В принципе, вы сами можете подобрать себе образ женского поведения. В принципе, вы сами можете начать себя менять, начать себя заново строить. Направление и средства у вас есть. Что вы сами не сможете сделать? Это проработать вашу неуверенность в себе, в детско-арактерические отношения и так далее. Я бы предложил бы вам вначале попробовать сделать то, что вы можете сами. Об этом я сказал. И если вам это не поможет избавиться от неуверенности в себе, то тогда обратитесь к экспертам хотя бы на нашем ресурсе и начать уже прорабатывать именно детско-родительские отношения в формате личной беседы. Только так можно вам помочь. На этом все. Надеюсь, что моя аудиозапись была вам полезна. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!